Всех приветствую, ребята, с вами Вальхава. И сегодня у нас будет гайд-обзор на нами. И для этого я пригласил Бума, дядя Серёжу. Здравствуйте, дядя Серёж. Здравствуйте, дорогие мои, здравствуйте. Ребят, сегодня мы постараемся рассказать вам об этом герое всё. Плюсы, минусы, реализация, под какой драф подходит, с кем лучше играть. Сразу хочу сказать, что мы не готовились. Я не писал вопросы заранее дядя Серёже специально. Сегодня он расскажет вам чисто своё мнение, свой игровой опыт. Напоминаю, что дядя Серёга был в топ-50 Европы на нами. И сейчас постоянно в топ-100 Европы на нами. И сегодня мы расскажем вам моменты макро, микро. То есть всё будут ролики. Отдельно после этого видео я ещё расскажу, что собирать. И как собирать, что качать героя. Итак, дядя Серёж, герой нами, утилити саппорт. Вот, ваше мнение, почему постоянно наи? Вот мы играем постоянно, люди спрашивают нами, нами, нами. Ну, редко, когда мы берём других чемпионов. Ну, потому что это уникальный, на самом деле, герой, который имеет очень много преимуществ. То есть он имеет стан, то есть замедление даёт, ускорение, бафы. И выхиливает, то есть исцеляет союзник. Ну и кроме того, очень полезная ультимативная способность, способная замедлить всю вражескую команду и ускорить, бафнуть союзник на пол карты, особенно в узких проходах. А если вот, да, я согласен, кстати, что очень много функций у нами, по сравнению с другими саппортами. Но если вот сравнивать с утилити саппортами, вот взять Вуу, Юми, Жану. То есть какие минусы и плюсы можно выделить у нами, по сравнению с другими саппортами, на которых вы играете? Ну, если сравнивать нами с Лулу, то Лулу больше рассчитана на бафы и на всё, на персонализированную, на одного из героев. Нами же может, благодаря своей и пассивной способности, и второму скиллу способна помогать нескольким тиммейтам. Вот. Кроме того, влиять на, благодаря своей ультимативной способности, влиять на исход поединка, задевая всю вражескую команду, а не только одного. Поскольку, это если говорить о сравнении с Лулу. Если сравнивать с Жанной, то Жанна, она может только выхилить всю команду, то есть она рядом стоит. А при этом также персонализирована. Благодаря отскокам второй способности, Лулу может выхиливать до трёх союзников, благодаря рикошету, функции такой. И, собственно говоря, в этом её огромное применение. Да, также ещё добавлю, я полностью согласен, что Жанна ульта, она спокойно ещё сбивается. И вообще её очень сложно реализовать. То есть любой контроль, даже если откинуть просто врага, у Жанны ульт сбивается. У нами это невозможно сделать. То есть нами ульт невозможно сбить, как и все другие способности. И также хочу добавить ещё, ребят, что всё-таки, дядя Серёж, у нами есть преимущество. Это первый объект. То есть по сравнению с другими саппортами, на первом объекте нами слишком сильна. И благодаря ней выигрывается объект в 90% случаев, если кнопки нажаты правильно. Абсолютно. Если мы берём Лулу, да. То есть Лулу это late-stadia чемпион, как вы хотели сказать. То есть я имею в виду, она даёт кнопки в союзника, который керрит игру. Нами же это наоборот. То есть это объекты, это драки, это файты. То есть нет сильнее саппорта из всех на данный момент, чем нами на первом объекте. Согласны? Да. То есть ульт, бабл, да, огромный контроль, замедление. То есть я согласен, что для первого объекта нами это идеальный чемпион. Для файтов в принципе. Дальше. Как вы считаете? Вот если, например, идёт файт. Много раз у нас такое тоже было, потому что соперники тоже хорошие, рейтинг высокий. То есть что делать, если промахнулись ультой, дядя Сирок? Вот что делать, если файт идёт, вы промахнулись ультой, промахнулись баблом. Ну, остаётся ещё вторая и третья способности. Нужно в любом случае. Все действия на нами совершаются с определённой дистанцией. То есть пронзиционирование – это залог выживаемости и успеха. Согласен. Поскольку если саппорт живёт, он сможет вносить импакт в игру. Если саппорт умирает, то, соответственно, никакого импакта и, соответственно, большой шанс, что команда проиграет в файте. Вообще, если саппорт умирает, я считаю, что ADK тоже умирает. Ну, как по мне, да. То есть без саппорта ADK это не совсем играбельно. И также я хотел сказать, то есть, если промахиваемся мы первым скиллом и ультой, ладно, то есть всё зависит от ситуации, это понятно, но нами полезно даже без первого скилла и без ульты, правильно я понимаю? Да, абсолютно, тем более, что на более высоких она достаточно, при определённых айпенах, она быстро кэдэшится, там, 3-4 секунды. И поэтому, в принципе, нами достаточно быстро может войти снова в игру. Согласен, совершенно верно, потому что даже когда мы играли сами, было таких много моментов, я лично помню, когда я ещё вам говорю, а зачем сюда ульт, ну, вы его промахнулись им, и мне хватило второго-третьего скилла, чтобы вы на меня кинули, и я убил там троих чемпионов. Это был тоже из реаль. То есть, честно скажу, как вот играющий игрок на ADK, уже там частенько, то есть, именно второй-третий скил, он очень сильный на протяжении, особенно в мидлгейм войти, то есть, от него очень много импакта. То есть, замедление, там, скорость передвижения, хил, всё это, даже если нет баба и ульты, реально, это очень полезно, очень полезно. Да. Но если мы возьмём сейчас общие моменты героя, да, то есть, всё-таки, как, что самое важное для игры на нами, вот что самое важное, какой момент вы выделили, может, их несколько? Ну, самое важное, это правильное позиционирование и понимание, когда ты можешь использовать свои способности. И позиционирование имеется в виду дистанция. Да. Дистанция от врагов и их месторасположения. Поскольку на ранней стадии игры, в самом начале, на дуале, ты можешь, безусловно, играть и должен играть агрессивно, когда оппоненты использовали свои способности, и, соответственно, тогда можно. Но это только вдвоём можно, если АДК понимает. Если, собственно говоря, пик вражеский слишком силён на ранней стадии игры, то в любом случае нужно играть от защиты, от обороны, от крипов, и, собственно говоря, не... нами очень... У него нет эскейпа как такового, кроме флэша традиционного. Вот. Это её, наверное, основной минус. Вот. Всё-таки очень важно позиционирование и расположение относительно противника на карте и в локальных замесах. Полностью согласен. Я всегда всех этому учу. Вообще работа над позиционкой — это длительный такой процесс. До сих пор все вот учитесь, да, вот все мы учимся позиционироваться, дистанцию. Я всегда говорил, что хороший АДК тот, кто держит дистанцию, также и про утилити саппортов, и про всех героев. Помимо позиционки, всё-таки ещё нужно выбирать вот эти вот моменты угла ульты, то есть узкие проходы. Это огромный плюс для реализации ульты нами. То есть... Безусловно. Были моменты, и они и есть, да. То есть мы тоже над этим работали. То есть я считаю, что вот когда в узком проходе, я даже помню этот момент, это было выше дракона, когда вы забаблили четверых и дали туда ульт. Прям вот в трибуше. Помните такой момент? Да. Да. То есть, ребята, вся эта карта, которая создана в Айлдрифте, нарисована, здесь очень много моментов. То есть это уже зависит от вашего понимания. Не надо ждать ульты нами. Если вы увидели момент, то есть это узкий проход. Узкий проход это реализация для нами. Лучше ульты, чем в узком проходе, вы не сможете дать на нами. Это вам 100% говорю. Также я хочу отметить тоже, да. То есть правильно дядя Серега сказал, что эскейпа у героя нет. Как и у любого другого утеряйти саппорта, да. Если мы возьмем только Моргану в саппорты, но это редкость. У нее этот шилд есть, который может задоджить стан, там, любой контроль. И я хочу добавить еще от себя, так как я изучаю базовые статы и всех героев. То есть нами реально очень медленно, дядя Серега, даже по скорости передвижения, вы заметили? Да, по сравнению с Жаной тут очень. Ребят, у нами базовые статы скорости передвижения слабее, чем у многих саппортов. То есть Жанна быстрее бегает и так, плюс у нее пассивка. Вууу может на себя второй кинуть, она быстрее бегает. То есть нами реально, у нее нет эскейпа, именно хорошего эскейпа. Но у нее есть бабл под себя, который дядя Сережа всегда использует. Бабл под меня. Ульт под себя. То есть можно все-таки выкрутиться, да. И ситуация есть, попасть бабом. Полторы секунды стана, да. То есть хоть здесь как бы нет эскейпа четкого, но здесь есть чем выкрутиться, если кнопки не в КД. Даже одного бабла хватит. Да, кроме того нельзя забывать, что третья способность нами, который называется баф, она же параллельно замедляет в случае сильного урона враган, автоатак замедляет врагов на 15%. Поэтому тут в принципе это очень-очень полезно. А силу атаки и скорость при движении усиливает. Да, да. И основные еще моменты, все-таки вот можно об этом тоже сказать. То есть я об этом тоже скажу чуть позже, ребят, когда мы будем разбирать способности. То есть вот дядя Сережа, мы играем, да, вот много игр нами, там с каким-то АДК. То есть многие спрашивают, почему вот дядя Сережа вот в этой игре на втором качают бабл. Ну, понятное дело, что я так сказал, но все равно вот, когда качать бабл на втором, а когда качать бабл на третьем, а на втором третий. То есть вот такие моменты. Все это все-таки для меня лично это зависит от ситуации и от АДК. То есть я попросил, значит мне так удобней. Но вот если вы играете с рандомным АДК, что вы будете качать на первом и на втором уровне? Если в любом случае с рандомным или со знакомым АДК, на первом уровне качается вторая способность. Для чего? Для того, чтобы наносить урон через своего АДК по врагам, благодаря отскоку, скажем так, разбрызгиванию этих брызг. И второе, ну, благодаря пассивной способности нами ускорять, скажем, давать ускорение при использовании, фокусственно говоря, любых умений над нами. Второй способностью качается действительно по ситуации. Если вы опытный игрок на нами, способный попасть баблом, то и ситуация позволяет, то можно вторым качать бабу. Если очень тяжело попасть и необходимо трейдиться, то на втором уровне качается третья способность, поскольку также у нее профит очень много. Все зависит от игры, от ситуации. По первым секундам игры, боя, позиционерность, сразу становится понятно, как лучше использовать. Почему? Потому что баблом это как шанс 50 на 50. Если ты попал, то хорошо. Если ты не попал, то КД, перезарядка, первая способность достаточно долгая, и в это время тебя враги могут просто убить. Поэтому, если там пик у вражеских дуо-линии очень силен, то ты понимаешь, что мы должны выходить в скеллице, как говорит мой друг Вальхала. То, соответственно, тут нужно тоже понимать это и учитывать, и, собственно говоря, от этого качать ту или иную способность. Опять-таки же, если вы новичок к нами, то начинайте на втором уровне третью способность. Если вы уже опытный игрок и уверен в своих силах, то воспользуйтесь первой. Пабло на втором уровне. Вот я еще для новичков добавил бы, я полностью согласен с вами. Дядя Сирок, все-таки вот бабло это долгая вообще механическая такая реализация, то есть это очень долго нарабатывается, именно вот такая точность попадания баблов, как у вас. Ну вот реально. Я помню, когда начинали только на нами играть, вообще говорили, что это не герой. Ну реально, было тяжело попасть. Да. Я что хочу, я к чему говорю, потому что новички, вот много новичков пишут, добавляются. Ребят, я когда нами играю, честно скажу, у меня очень хорошая механика игры, но бабло кидается с задержкой, дядя Сирок. Там идет же задержка, да, он летит, ребята, поэтому его иногда нужно кидать наперед, иногда чуть вбок, то есть вот как дядя Сирока, он иногда так кинет, что враги вообще не понимают, как они побали в него, то есть это уже, но это уже все-таки нарабатывание, да, со временем дядя Сирок. Безусловно, это практика, практика и уже понимание, как обычно двигаются. И поэтому наша задача донести, ребят, ну если не получается, вы не думайте, что дядя Сирока так раз, на нами научился играть, он не хотел на этом герое вообще никогда играть, и говорил, что это говно, я лично помню, что дядя Сирок мне говорит, это говно саппорт. Ну, очень слабый, да, мне никак не было понять. Ребят, если не получится попадать способностями, там первый день, второй, третий, не надо унывать, это самый сильный сейчас утилийский саппорт, у него много функций, мы уже рассказали, поэтому тренируйтесь, используйте. Еще хочу сказать, ребят, почему я прошу дядя Сироку качать на втором бабло, иногда, а иногда третий. Бабло я прошу качать, когда против нас играет Трэш, Рейкан, то есть герои, которые ингейджат в меня, в АДшника, например, Трэш меня вытянул, он будет к ней притягиваться, 90%, дядя Сирока сразу дает бабло под меня, ну, как мы помните, всегда делаем. Да, да, да. Также Рейкан, я говорю это только из-за того, что вражеский драфт слишком жесткий. Если вражеский драфт там стоит Лууу и Люциан, я говорю, дядя Сирок, можете мне третий давать, я их просто с автоатак затыкаю. Поэтому здесь все зависит от драфтов и от вашего понимания игры, плюс, как дядя Сирока сказал, от механики игры, потому что вы можете прокачать бабл, и на линии ни разу не попасть, и будете жалеть, сказать, вот если бы я качнул третий, кинул в АДшника, мы бы убили. Позвольте также добавить, если Кулюш коснулась тема драфта, то нами ни в коем случае не нужно пикать, если во вражеской команде есть ИСО, и, ну, с браумом легче, но это те два героя, которые своим щитком, собственно, дезингейджат ультимативную способность. Кстати, да, но я наоборот здесь придержусь. Я почему вам всегда говорю, берите против нами, то есть нужно учиться. Дядя Серега. Да. То есть для меня лучше сказать, берите против Ясу, потому что, ребят, смотрите, Дядя Серега тысячу раз брал нами, я ему говорил, берите нами против Ясу. Он нервничал, реально, он бомбил там, потому что, ну, он все доджил. Но были моменты, когда Дядя Серега говорил, ждите, и он такой ульт там выдал, там Ясик не смог закрыть, там другой угол был, и все закончилось, ребят, поэтому 4 секунды у Ясика действует стена, подождите, не спешите, выберите угол. Да, это противно, вообще лучше не пикать нами против Ясу. Но это не значит, что вообще не пикать. Рекомендуется пикать, потому что это повышает уровень вашей игры в целом. То есть это дает вам дополнительные мысли, то есть вы играете, вы не просто жмете ульт, а вы уже такие думаете, блин, там Ясик, мне надо что-то сделать, мне нужно другой угол выбрать, мне нужно подождать, мне нужно задоджить что-то. Ну, то есть такие моменты, они очень сильно вырабатывают игру. Именно мысли твои. Безусловно, но, опять же, возвращаясь к сложности, заключается в том, что к моменту, когда барьер от Ясу закончит свое действие, ситуация, игровой момент может кардинально измениться, и ультимативную способность уже нет смысла использовать, поскольку противники рассредоточились, ты не можешь по ним попасть, собственно говоря, или половина твоей команды уже уничтожена. В общем, тот самый игровой момент, когда ты должен отправить, воспользоваться ультой или баблом, собственно говоря, он может пройти. И, собственно говоря, воспользоваться, реализовать возможности, все возможности нами, очень-очень сложно, гиперсложно. Да, согласен, согласен, совершенно согласен, да, но, ребят, самое главное, самое главное, это не тильтовать, не тильтовать из-за того, что может не получаться на герои. Я так же учился, и Бум так же учился, то есть нами, ну, это нелегкий чемпион, то есть там нужно попадать, если вы попали просто ультой там в каком-то файте, это не значит, что вы на них хорошо играете. Вся, вот как узнать, что нами хороший игрок? Я просто объясняю, вот, дядя Сирок, если вы дали файт, например, и дали ульт в пятерых и бабл, я никогда не скажу, что вы хороший игрок. Не в этом заключается, ребят, заключается, вот нами хороший, это когда на линии нами просто душит. Вот на линии я говорю, я уже на линии должен видеть это, как дядя Сирога действует, с какого куста он дает второй, куда он дает, как он дает тычки, как он использует второй с пушинкой, да, с ируной, как он дает бабы, вот это да, как он под меня бабы кидает, когда рейкан только летит летит в меня, то есть реакция, то есть чемпион не тот, кто, ну я имею в виду нами, или там хороший игрок, не тот, кто в файте дал там хороший ульт, когда там все вместе, как бараны стали, нет, лайн фаза, об этом будет вторая часть ролика, возможно, если вы наберете лайков, минимум тысячу, да, дядя Сережа? Ну это совсем минимум. А, ну это прям вообще провал, да, дядя Серега говорит, минимум, мне вообще дядя Серега сказал, две тысячи, это вот можно даже и ту не разговаривать об этой цифре. Поэтому, ребят, всем огромное спасибо за поддержку, сейчас мы переходим к разбору героя, это я буду рассказывать, что качать, что собирать, и остальные механические моменты, поэтому переходим к следующему ролику, спасибо всем за просмотр. Итак, ребят, переходим к следующему ролику, дядя Сережа, спасибо вам большое за уделенное и проведенное время для нас, для всех, и зрителей, я думаю, многим понравилось, будет интересно, спасибо большое. Спасибо и вам, ребят, за то, что смотрите, за то, что интересуетесь темой, надеюсь, этот обзор поможет вам совершать успехи, новых достижений вам, смотрите, учитесь, развивайтесь. И лайки ставите. Спасибо большое, да, спасибо. Ребят, ставьте лайки, подписывайтесь на канал, до новых встреч, всем пока-пока, переходите к ролику. Итак, ребята, переходим на следующую стадию разбора игры нами, и здесь я вам расскажу, что лучше прокачивать, в каком порядке, какие руны лучше ставить, и, возможно, какие-то еще рекомендации, которые я пустил в прошлом видео. Начинаем мы с пассивки, пассивная способность, бурные волны, когда нами задевает своими умениями союзных чемпионов, они получают плюс 50 скорости передвижения на полторы секунды, то есть, все ваши способности, второй, третий, когда вы кидаете на союзников, даже ульт, если вы кидаете ульт, и ваши враги в нем, вы задеваете своей ультой не только врагов, но и союзников, то они тоже получают вашу пассивную способность, это скорость передвижения. Дальше. Первая способность, о которой мы говорили сейчас с Бумом, довольно полезный скилл, полезность его в том, что он очень сильный с первого уровня, и у него с первого уровня стан полторы секунды, то есть, нами выдувает пузырь, наносит магический урон и подбрасывает противников на полторы секунды, то есть, с первого уровня на полторы секунды задержка у Баба есть, вот он, я задел как раз, нужно наработать эту способность, как мы уже тоже сказали в предыдущем видео. Смотрите, то есть, ребят, хочу сразу сказать, моменты основные вообще, многие играют, я это вижу, и Буму, надо сказать, тоже постоянно забываю, то есть, обычно люди, когда хотят поставить вард, или дать какую-то, какую-то способность, они вот так идут, вот мне, например, надо вкус поставить вард, мне надо вот так подходить, и ставить вард, дайте полный радиус варда, вот, полный радиус, так же и способность с первого скила, то есть, с нами, ее плюс в том, ребят, что у нее слишком огромный рейндж всех способностей, ну, просто огромный, не только ульта. Вот смотрите Бабл мой, мне не нужно вот так подходить, вот так вот, и давать вот так Бабл, посмотрите, какой у меня радиус Бабла, то есть, я спокойно попаду, вот, видите, да, то есть, на максимум вытягиваете, и на максимум, когда вытягиваете, смотрите еще на полосу Бабла, видите, весь этот круг даже если вы краем попадете за баблет врага даст ему контроль очень полезная способность у нее есть задержка летит он я сказал что медленно средняя так нужно привыкнуть бабу если попадаете во всех то все подкидываются и полторы секунды стана переходим ко второй способности радиус которого тоже огромный здесь у вас hill то есть вы выпускаете поток воды который три раза рикошетит между союзными и вражескими чемпионами восстанавливая союзником здоровья и наносит врагам магический урон у меня может попасть по одной цели не более раза именно по одной цели с каждым следующим отскоком восстанавливая восстанавливая здоровье и наносим урон изменяются смотрите второй скилл вы можете использовать на себя видите я себя хилю и также я увеличиваю скорость передвижения за счет пассивки на врага то есть наносите урон и она еще рикошетит ко мне обратно видите также если вы или ваш союзник например вот мы поставим манекен то есть вот вы в него кидаете если тут будет вот ведь он рикошетит вот смотрите я кидаю в него а он летит оттуда еще и наносит урон то есть я хилю союзника и второй скилл рикошетит во врага наносит дополнительный урон то есть наносите урон по себе по себе говорю используйте второй скилл на себя на союзника тем самым рикошетите по врагам также не забывайте просто на линии вторым скиллом атаковать врага наносить дополнительный урон третья способность она тоже довольно простая вы усиливаете следующие атаки союзного чемпиона на 6 секунд 6 секунд это довольно долгое время поэтому способность очень сильна эти атаки наносит дополнительный магический урон и замедляют цель на 30 процентов на последней прокачке то есть также как и второй скилл вы кидаете на союзника можете кинуть его на себя вокруг меня видите три точки это значит три авто атаки следующие наносит дополнительный урон и замедляют врага если вы кидаете на дешника то убежать от него практически невозможно то есть способность очень простая и ультимативная способность это переливная волна нами создает волну которая наносит магический урон подбрасывает всех противников пока по которым попадает волной на пол секунды и замедляет их на 50 процентов продолжительность замедления составляет от 2 до 4 секунд и увеличивается в зависимости от дальности движения волны задетые союзники о чем я вам говорил ранее получают удвоенный эффект от бурных волн то есть они еще сильнее ускоряются чем дальше вы кидаете ульту и чем дальше она летит тем дольше будет после нее замедления то есть смотрите очень хороший контроль контроль это не только подкидывание а еще и дополнительное замедление то есть очень сильный ульт сила его в том то что он летит на хороший на хорошем радиусе то есть радиус вот видите какой от медовой вышки до следующей медовой вышки видите да замедляете врагов наносить урон подкидываете также союзники получают пассивную способность удвоенную то есть скорость передвижения он сейчас я усилил своего союзника из-за того что пол волной по способностям все просто рекомендации по герою герой заходит в любой драфт с любым адека он сильный динами это единственный чемпион то есть вот взять например у с кем она не играется вообще с джином с изреалем она саба играется вот с мф кай взять например вот нами любой джин из реаль нами люцин кайса вейн с любым играется потому что куча контроля два бафа на союзников это очень много даже не только два там много также первая способность ваша когда вы кидаете на союзника либо на себя вы тоже даете скорость передвижения за счет пассивки поэтому здесь очень много бафов от каждой способности вы даете баф с пассивки на союзника узкие проходы это ваша реализация то есть видите узкий проход об этом мы тоже сказали дайте сразу ульт и все кнопки играется нами со всеми чемпионами поэтому контр пик нами на линии именно такого контр пика нету но есть тяжелые чемпионы которые могут сыграть это трешер и канда который ингейджет с игнаетами но если у вас хорошая позиционка то все у вас будет окей дальше это я сказал преимущество на объектах у последнюю с другими огромная потому что куча контроля об этом тоже сказали переходим к рунам то есть вопросов вопросов чтоб не было ребят под у того с кем нам лучше брать она играется с любым одачником слишком полезный чемпион очень так мы переходим к рунам к сборкам ребят смотрите еще сразу скажу как смотреть топ сборки ребят заходите вот многие спрашивают на центр нажимаете вот здесь снизу сервер и выбираете она это герои сейчас чемпион вот нажимаете внизу например вот кто-то открывает нами до открываете вот вот сборка стоит по такой сборке собираться нет ни в коем случае не заходите не не берите такие сборки то есть тут и руны и сборки и самонерки все стоит ужасное поэтому здесь я вам сейчас разберу подскажу первым что уберете вы уже наверно видели это на первом уровне это ваша капля идет за 500 который кристалл выберете его для маны нами нуждается в мане потому что слишком много харассе ты хилит вторым с полом да и в принципе всеми способностями играет на линии после этого вы берете сразу сапоги сапоги идут в перезарядку остальные смысла брать она имя нет потому что ее ничего не спасет если ее будут убивать так как этот саппорт из этого вы берете уже зависимости от пика вражеского например я всегда говорю буму и он уже сам понимает иногда ему подсказываю то есть если там есть окали эвелин в одном пике тем более то он берет и вы должны брать тени вот эти вот госты я их называю снижают вражескую скорость передвижения они выпускаются на большом радиусе и раскрывают чемпионов при этом замедляют очень полезная штука очень раздражает врагов контр пика кали дальше redemption это когда на файт рассчитано то есть там много убийц очень много убийц и вам нужно стоять сзади и вы кидаете ульту вы даже бабу не можете кинуть потому что там слишком жесткий пик драфт такое бывает надо стоять сзади вы кидаете ульт плюс redemption этого вполне будет достаточно дополнительный хил плюс чистый урон от redemption вот это вот искупление очень полезная штука и иногда я говорю щиток собирать вот этот медальон то есть всего три варианта медальон это в том случае когда взрывной пик когда малфит ясу вукон когда они прыгают и ты просто не успеваешь даже redemption навести нажать ты просто жмешь локет щит называется и даешь союзникам всем кто поблизости щиток после этого много вопросов по поводу того когда собирать кодильницу почему я бы ему говорю в этой игре не надо мне кодильница в этом нужна смотрите ребят здесь все просто плавающая кодильница собирается для тех адека кто зависит от автоатак для тех кто дамажит с руки это кайса это добавить можно то люцина это однозначно шая вот такие чемпионы это однозначно три стана но ни в коем случае не из реаль ни джин который не зависит автоатак на сто процентов то есть ни в коем случае кодильница дает вам хп сил умений ускорение умений скорость передвижения но это все фигня самое главное почему ее собирают ребят это вот когда владелец лечит союзника или укрывает щитом они оба получают плюс 30 к скорости атаки и наносит дополнительный урон то есть она усиливает вашего одежда и дает скорость атаки это очень важно для чемпионов таких как кайса 300 на ша которых я перечислил если же я играю на из реале на джинни на мф ки мне не нужен этот айтем дядя сразу берет поток посох водного потока который дает силу менее ману ускорение умения и самое главное что привлечение союзника или наложение на него счета мы получаем дополнительно плюс 20 ускорения умения ускорение умения это перезарядка умений абсолютного умения в зависимости от уровня и силы умения то есть мы получаем плюс 20 к ускорению умения всех способностей то есть ребят и в том числе и ульта поэтому здесь мне нужна перезарядка то есть зачем я на израиля кодильница мне нужен сразу вот джин израиль мф к мне нужен сразу посох водного потока который и мне даст перезарядку ульты и моему саппорту и вообще в принципе всем союзникам которых будет хилить саппорт нами дальше это я объяснил после этого всего мелодичное эхо очень хороший айтем который очень сильно хилит прям очень сильно чувствуется также дает хорошую силу умений то есть при передвижении и применение умений вы накапливаете заряды тут все просто они внизу у вас в игре будут показаны при лечении союзника или наложение на него счета вы дополнительно восстановите 70 здоровья то есть и ближайший то есть выборной цели и ближайшим союзником не более трех то есть айтем очень полезный ребят когда его собирать ну то есть у меня однажды подписчик спросил вон вообще нужно собирать какой то него толк его нужно собирать чем быстрее тем раньше чем раньше ты его собираешь тему лучше будет чем быстрее тем лучше поэтому айтем очень полезный то есть иногда прям вот когда у меня мелодичное эхо собирает дядя сирога мне прям вот легче то есть огромный откил за счет дополнительного хила от этого айтема он очень сильно влияет на игру дальше рободон обязательно это только шестым сватом последним когда уже у вас все есть длительность игра сила умений плюс усиливает все ваши способности также хил вы больше больше хилите что можно добавить сюда если не нужна кадильница то сюда вы добавляете антихилл если он нужен реально нужен там у команды практически нет и вам нужен антихилл либо граль афина очень полезный айтем который дает вам исцеление то есть он преобразует урон в исцеление в хилл то есть накапливает 35 процентов от упреждающего урона чемпионом в качестве крови то есть при исцелении или щита на союзника когда вы укрываете поглощает кровь и восстанавливает ему здоровье на равную величину то есть айтем очень полезный особенно у чемпионов которых много урона но его можно заменить на кадильницу и то лучше позднее лучше поставить его пятым сватом по сборкам я вроде рассказал переходим к рунам первая руна у нас должна стоять это пушинка дальше у нас идет слабость пушинка для дополнительного урона для раса на линии слабость это для того чтобы нести на 5 процентов больше урона когда выпадаете бабом третьим скилом ультой после этого вы берете здесь лучше взять эту руну верность который дает общий бонус к броне и сопротивлению магии это на линии вам будет попроще стоять и последние уже выберете тоже вот стайный охотник это подвижность и командное золото рядом союзником чемпион получает плюс 2 к скорости передвижения это очень нужно нами потому что она очень медленная из-за каждого уникального союзника с которым ты участвуешь добивание ты получаешь дополнительно золото и союзниковые поэтому здесь все просто вот такие руны у вас должны были стоять думаю вам понравилось если вам понравился гайд обязательно каждый напишите свое мнение в комментарии мы очень сильно стараемся для вас ребят 1000 лайков минимум и будет следующий гайд просто разрывной поэтому каждый напишите свое мнение в комментариях всем спасибо за поддержку до новых встреч всех приветствую ребята сами вальхава и сегодня у нас будет гайд обзор на нами и для этого я пригласил бума дядя серёжу здравствуйте дядя серёж здравствуйте дорогие мои здравствуйте ребят сегодня мы постараемся рассказать вам об этом герое все плюсы минусы реализация под какой драф подходит с кем лучше играть сразу хочу сказать что мы не готовились я не писал вопросы заранее дядя серёжа специально сегодня он расскажет вам чисто свое мнение свой игровой опыт напоминаю что дядя серёга был топ-50 европы нами и сейчас постоянно в топ-100 европы на нами и сегодня мы расскажем вам моменты макро микро то есть все будут ролики отдельно после этого видео я еще расскажу что собирать и как собирать что качать героя и так дядя серёж герой нами утилити саппорт ваше мнение почему постоянно на и вот мы играем постоянно люди спрашивают нами 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 ну редко когда мы берем других чемпионов ну потому что это уникальный на самом деле герой который имеет имеет очень много преимуществ то есть он имеет стан то есть замедление дает ускорение бафы и выхиливает то есть исцеляет союзник да ну и кроме того очень полезная ультимативная способность способны замедлить вступ вражескую команду и ускорить бафнуть союзник на пол карты особенно в узких проходах а если вот да я согласен кстати что очень много функций у нами последнюю с другими саппортами но если вот сравнивать с утилити саппортами вот взять ву-у юми жану то есть какие минусы и плюсы можно выделить у нами по ценю с другими саппортами на которых вы играете ну если сравнивать нами с лулу то лулу больше рассчитано на бафы и на все наперсонализировано на одного из героев нами же может благодаря своей и пассивной способности и второму скиллу способна помогать нескольким тиммейтам вот кроме того влиять благодаря своей ультимативной способности влиять на исход поединка задевая всю вражескую команду а не только одного поскольку это если говорить о сравнивать с лулу если сравнивать с жанной то жанна она может только выхилить всю команду то есть она рядом стоит а при этом также персонализирована благодаря отскоком 3 способ 2 способности маме может выхиливать до трех союзников благодаря рикошету функции такой и собственно говоря в этом ее огромное применение да также еще добавлю я полностью согласен что жана ульта она спокойно еще сбивается и вообще и очень сложно реализовать то есть любой контроль даже если откинуть просто врага уж она ульт сбивается у нами это невозможно сделать то есть нами ульт невозможно сбить как и все другие способности и также хочу добавить еще ребят что все-таки дядя серошу нами есть преимущество этот первый объект то есть последнюю с другими саппортами на первом объекте нами слишком сильно и благодаря ней выигрывается объект 90 процентов случаев если кнопки нажаты правильно абсолютно если мы берем углу да то есть это лейт стадия чемпион как вы хотели сказать то есть я имею виду она дает кнопки в союзника который кэрит игру нами же это наоборот то есть это объекты это драки это файты то есть нет сильнее саппорта из всех на данный момент чем нами на первом объекте согласно да то есть ульт баба был до огромный контроль замедление то есть я согласен что для первого объекта нами это идеальный чемпион для файта в принципе дальше как вы считаете рель вот если например идет файт много раз у нас такое тоже было потому что соперники тоже хороший рейтинг высокий то есть что делать если промахнулись ультой дети рок вот что делать если файт идет вы промахнулись ультой промахнулись бабло но остается еще вторая и третья способности нужно в любом случае все действия на нами совершаются с определенной дистанции то есть позиционирование это залог выживаемости и успеха согласен если саппорт живет он сможет носить импакт игру если саппорт умирает то соответственно никакого импакта и соответственно большой шанс что команда проиграется в файте вообще если саппорт умирает я считаю что дк тоже умирает ну как по мне да то есть без саппорта дк это не совсем играбельно и так же хотел сказать то есть если промахиваемся первым скилом и ультой и ладно то есть все зависит от ситуации это понятно но нами полезно дальше без первого скила и без ульты правильно я понимаю да да то есть она более что на более высоких она достаточно при определенных айтенов она будет быстро кдшится там 3-4 секунды и поэтому в принципе достаточно быстро может войти снова в игру согласен совершенно верно потому что даже когда мы играли сами было таких много моментов я лично помню когда я еще вам говорю а зачем сюда ульт ну вы его промахнулись и мне хватило второго третьего скила чтобы на меня кинули и я убил там троих чемпионов это был тоже из реаль то есть честно скажу как вот играющий игрок на дк уже частенько то есть именно второй третий скилл он очень сильный на протяжении особенно в миддл гейм выйти то есть очень много импакта то есть замедление там скорость передвижения хилл все это даже если нет баба и ульты реально это очень полезно очень полезно но если мы возьмем сейчас общие моменты героя да то есть все таки как что самое важное для игры на нами вот что самое важное какой момент вы выделили может их несколько но самое важное это правильное позиционирование и понимание когда ты можешь использовать свои способности и позиционируем имеется ввиду дистанция дистанция от врагов и их месторасположение поскольку на ранней стадии игры в самом начале на дуале ты можешь безусловно играть и должен играть агрессивно когда оппоненты использовали свои способности и соответственно тогда можно но это только вдвоем можно если адека понимает если собственно говоря пик вражеский слишком силен на ранней стадии игры то в любом случае нужно играть от защиты от обороны от крипов и собственно говоря не нами очень у него нет эскейпа как такового кроме флэша традиционного вот это ее и наверное основной минус вот все таки очень важно позиционирование и расположение относительно противника на карте и в локальных замесах полностью согласен я всегда всех этому учу вообще работа над позиционка это длительный такой процесс до сих пор все вот учитесь да вот все мы учимся позиционироваться дистанцию я всегда говорил что хорошая дк тот кто держит дистанцию также и про утилити саппортов и про всех героев помимо позиционки все таки еще нужно выбирать вот эти вот моменты уга ульты то есть узкие проходы это огромный плюс для реализации ульты нами то есть бизнес безусловно были моменты и они и есть да то есть мы тоже над этим работали то есть я считаю что вот когда в узком проходе я даже помню тот момент это было выше дракона когда вы забаблили четверых и дали то ульт прям вот в три больше помните такой момент да да то есть ребята вся эта карта которая создана в адрифте нарисована здесь очень много моментов то есть это уже зависит от вашего понимания не надо ждать ульты нами если вы увидели момент то есть это узкий проход узкий проход это реализация для нами лучше ульты чем в узком проходе вы не сможете дать на нами это вам сто процентов говорю также я хочу отметить тоже да то есть правильно дядя сирога сказал что эскейпа у героя нет как и у любого другого утилити саппорта да там если мы возьмем только моргану в саппорты но это редкость у нее этот шилд есть который может задоджить стан там любой контроль и я хочу добавить счет себя так как я изучаю базовые статы и всех героев то есть нами реально очень медленно дядя сирог даже по скоростью передвижения вы заметили ребят у нами базовые статы скорости передвижения слабее чем у многих саппортов то есть жанна быстрее бегает и так плюс у нее пассивка ву в может на себя 2 кинуть она быстрее бегать то есть нами реально у нее нет эскейпа так ну именно хорошего эскейпа но у нее есть бабл под себя который дядя серёжа всегда используют бабл под меня ульт под себя то есть можно все-таки выкрутиться да и ситуации есть пасть бабам полторы секунды стана да то есть хоть здесь как бы нет эскейпа четкого но здесь есть чем выкрутиться если кнопки не в кд даже одного бара хватит да кроме того нельзя забывать третье способность нами который называется баф она же параллельно на замедляет в случае авто так сильно урона программ авто так замедляет врагов на 15 процентов поэтому тут в принципе это очень очень полезно от силу атаки и скорость при движении усиливает да да и основные еще моменты все таки вот можно об этом тоже сказать то есть я об этом тоже скажу чуть позже ребят когда мы будем разбирать способности то есть вот я серошу мы играем да вот много игр нами там с каким-то адека то есть многие спрашивают почему вот дети рожа вот в этой игре на втором качают бабу ну понятное дело что я так сказал но все равно вот когда качать бабу на втором а когда качать бабу на третьем она втором третий то есть вот такие моменты все это все таки для меня лично это зависит от ситуации от адека то есть я попросил значит мне так удобней но вот если вы играете с рандомным адека что вы будете качать на первом и на втором уровне если в любом случае с рандомным или со знакомым адека на первом уровне качается вторая способность для того чтобы а наносить урон через своего адека по врагам благодаря отскоку скажем так разбрызгиванию этих брызг и второе ну благодаря пассивной способности нами ускорять скажем давать ускорение при использовании фокусом на говоря любых умений от нами второй способностью качается по действительно по ситуации если вы опытный игрок на нами способны попасть баблом то и ситуация позволяет то можно вторым качать бабу если очень тяжело попасть и необходимо трейдится то на втором уровне качается третья способность поскольку также у него профит очень много все зависит от игры от ситуации по первым секундам игры был боя позиционерно сразу становится понятно как лучше использовать почему потому что баблом этот шанс 50 50 если ты попал хорошо если ты не попал то когда перезарядка первая способность достаточно долгое и в это время тебя враги могут просто убить вот поэтому если там пик у вражеских дуо линии очень силен то ты понимаешь что мы должны выходить скелется как говорит мой друг вальхала соответственно тут нужно тоже понимать это и учитывать и собственно говоря от этого качать ту или иную способность опять-таки если вы новичок нами то начинайте там на втором уровне третью способность если вы уже опытный игрок и уверен на своих силах то воспользуйтесь первой пабла на втором я еще для новичков добавил бы я полностью согласен с вами девятерок все-таки вот баба это долго вообще механическая такая реализации то есть это очень долго нарабатывается именно вот такая точность попадания баллов как у вас ну вот реально я помню когда начали только на нами играть вообще говорили что это не герой реально было тяжело попасть да я хочу хочу это к чему говорю потому что новички вот много новичков пишет добавляются ребят я когда нами играют честно скажу у меня очень хорошая механика игры но баба кидается с задержкой дядь сирок там идет задержка когда он делает ребята поэтому его иногда нужно кидать наперед иногда чуть в бок то есть вот как дядь сирога он иногда так кинет что враги вообще не понимают как они побали в него то есть это уже но это уже это все-таки нарабатывание даст со временем де сирог безусловно это практика практика и уже понимание как обычно двигаются и поэтому наша задача донести ребят но есть и не получается вы не думаете что дядь сирога только раз на нами научился играть он не хотел на этом герой вообще никогда играть и говорил что говно я лично помню что дети рогами это так говно саппорт ну очень слабый да то есть ребят есть не получится попадать способностями там первый день 2 3 не надо унывать это самый сильный сейчас утилити саппорт у него много функций мы уже рассказали поэтому тренируйтесь используйте еще хочу сказать ребят почему я прошу дядь сирогу качать на втором бабу иногда иногда третий бабу я прошу качать когда против нас играет трэш рейкан то есть герои которые engaged меня под лишника например треш меня вытянул он будет к ней притягиваться 90 процентов дядь сироже сразу дает бабу под меня ну как мы помните всегда делаем голода также река я говорю это только из-за того что вражеский драфт слишком жесткий если вражеский драфт там стоит лугу и люциан я говорю дядь сирог можете мне 3 давать Я их просто с автоатак затыкаю Поэтому здесь все зависит от драфтов И от вашего понимания игры Плюс, как я сказал, от механики игры Потому что вы можете прокачать бабл И на линии ни разу не попасть И будете жалеть и сказать Вот если бы я качнул третий и кинул водочника, мы бы убили Позвольте также добавить Если коль уж коснулась Система драфта То нами ни в коем случае Не нужно пикать Если во вражеской команде есть ИСО С Браумом легче Но это те два героя Которые своим щитком Собственно дезингейджат Ультимативную способность Я наоборот здесь придерживаюсь Я почему вам всегда говорю, берите против нами То есть нужно учиться Для меня лучше сказать Берите против Ясо Потому что, ребят, смотрите Дядя Серега тысячу раз брал нами Я ему говорил, берите нами против Ясо Он нервничал, реально, он бомбил Потому что он все доджал Но были моменты, когда Дядя Серега играл Ждите, и он такой ульт там выдал Там Ясик не смог закрыть Там другой угол был И все закончилось, ребят Поэтому 4 секунды у Ясика действует стена Подождите, не спешите Выберите угол Да, это противно Вообще лучше не пикать нами против Ясо Но это не значит, что вообще не пикать Рекомендуется пикать Потому что это повышает Уровень вашей игры В целом То есть это дает вам дополнительные мысли То есть вы играете Вы не просто жмете ульт А вы уже такие думаете Блин, там Ясик Мне надо что-то сделать Мне нужно другой угол выбрать Мне нужно подождать Мне нужно задоджить что-то Ну, то есть такие моменты Они очень сильно вырабатывают игру Именно мысли твои Безусловно Но, опять-таки же Возвращаясь к сложности Заключается в том Что к моменту Когда барьер от Ясо Закончит свое действие Ситуация, игровой момент Может кардинально измениться И ультимативную способность Уже нет смысла использовать Поскольку противники рассредоточились Ты не можешь по ним попасть Собственно говоря Или половина твоей команды Уже уничтожена В общем, тот самый игровой момент Когда ты должен отправить Воспользоваться ультой или баблом Собственно говоря Он может пройти И, собственно говоря Воспользоваться Реализовать возможности Все возможности нами Очень-очень сложно Гиперсложно Да, согласен Совершенно согласен Да, но Ребят Самое главное Самое главное Это не тильтовать Не тильтовать из-за того Что может не получаться На героя Я так же учился И Бум так же учился То есть Нами Ну Это нелегкий чемпион То есть там нужно попадать Если вы попали просто ультой Там в каком-то файте Это не значит Что вы на ней хорошо играете Вся Вот как узнать Что нами хороший игрок Я просто объясняю Вот, дядя Серёг Если вы дали файт, например И дали ульт в пятерых И бабл Я никогда не скажу Что вы хороший игрок Не в этом заключается, ребят Заключается Вот нами хороший Это когда на линии Нами просто душит Вот на линии я говорю Я уже на линии должен Видеть это Как дядя Серёга действует С какого куста он дает второй Куда он дает Как он дает тычки Как он использует второй С пушинкой Да, с эйруной Как он дает бабл Вот это да Как он под меня баблы кидает Когда рейкан только летит в меня То есть реакция То есть Чемпион Не тот, кто Ну, я имею в виду Нами Или там хороший игрок Не тот, кто в файте дал Там хороший ульт Когда там все вместе Как бараны стали Нет Лайн фаза Об этом будет Вторая часть ролика Возможно Если вы наберете лайков Минимум тысячу Да, дядя Серёж? Ну, это совсем минимум А, ну, это прям вообще Провал, да, дядя Серёга Говорит минимум Мне вообще дядя Серёга сказал Две тысячи Это вот Можно даже и ту не разговаривать Об этой цифре Поэтому, ребят Всем огромное спасибо За поддержку Сейчас мы переходим К разбору героя Это я буду рассказывать Что качать Что собирать И остальные Механические моменты Поэтому переходим К следующему ролику Спасибо всем за просмотр Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok